Дорогие коллеги, наш последний ролик, если можно так назвать, наше последнее послание к вам сетевое от нашей кафедры зоологии беспозвоночных, оно призвано в целом как-то посмотреть на всю нашу работу, может быть более точно обозначить те области, в которых мы работаем. Ну а для вас это возможность понять, в каких областях вы можете проявиться, какие вам ближе. Вот из всего того, что вы смотрели, я сейчас хочу обратиться к одному сюжету, который вы также, надеюсь, уже посмотрели. Сюжет, связанный с основными направлениями работы нашей кафедры. Вы видели, что этих направлений вам было представлено четыре. Протестология, паразитология, эволюционная морфология и экология. Я бы хотел сразу подчеркнуть, что этих направлений, естественно, больше, что очень трудно удержаться внутри одного направления. Когда вы занимаетесь чем-то, какой-то конкретной проблемой, как правило, вы находитесь сразу внутри двух, иногда даже трех таких направлений. Вот, занимаетесь, например, какими-нибудь паразитическими протестами, вы и протестолог, вы и паразитолог одновременно. И, собственно, моя задача сегодня, вот как бы расширить эти представления о возможностях занятий наукой на нашей кафедре. И подчеркнуть, что вот этими четырьмя областями не ограничиваются ваши возможности, они значительно шире. Ну вот, коллеги, у нас, как вы знаете, на факультете 17 кафедр. И наша кафедра называется кафедра зоологии беспозвоночных. И самое простое было бы с моей стороны сказать, чем мы занимаемся. Мы занимаемся зоологией беспозвоночных. Вот оба определения здесь достаточно сложно понять, на самом деле, что это значит. Ну, может быть, вы помните, что термин беспозвоночный был предложен еще не в 19-м, в 18-м, в конце 18-го века Ламарком в одной из своих лекций. И он оказался удивительно живучим. И мы до сих пор, до конца 20-го века, в общем, довольно хорошо представляли, чем мы должны заниматься, как зоологи, беспозвоночных животных. Ну, сейчас так получилось, мы этого не хотели. Но так получилось, что мы же занимаемся значительно большим количеством объектов. Ну, во-первых, это то, что традиционно считается беспозвоночным, а это, извините, около 40 типов многоклеточных животных. От плоских трихоплоксов до сложнейших головоногих моллюсков, членистоногих там и так далее, и так далее. То есть, огромный спектр организмов, устроенных совершенно по-разному. Но, кроме того, в нашей сфере интересов то, что раньше называли простейшими, теперь мы говорим, нет, простейшие – это плохой термин, протисты, протисты. И вы уже изучали, уже даже на курсе изучали, что такое протисты, может быть, даже некоторые поняли, что такое протисты. И вы хорошо, наверное, поняли, что теперь это не просто гетеротрофное одноклеточное существо, а это существа и гетеротрофные, и автотрофные. Они находятся на клеточном уровне организации. Вот все это разнообразие клеточного уровня организации – это тоже наши объекты. Не обязательно гетеротрофные. Мы занимаемся точно так же и автотрофами. Мы занимаемся также, вы удивитесь, но мы занимаемся бактериями. Мы занимаемся прокариотами, потому что сейчас все больше наших исследовательских групп понимает, что без деятельности бактерий они не могут понять, как функционируют, например, многоклеточные организмы. И поэтому мы занимаемся методами метагеномики, секвенируем геномы бактериальные, смотрим разнообразие этих бактерий и так далее. На кафедре зоологии беспозвоночных можно заниматься, оказывается, микробиологией, и без этого мы не поймем, как устроена вся система в целом. Позвоночные, а какое они имеют к нам отношение? А в позвоночных народ паразитируют наши замечательные паразиты. И поэтому, когда мы хотим понять, как функционирует вся система, мы должны заниматься не только, а как мы можем понять без изучения иммунных реакций, например, того же позвоночного, как наш бедный глист выживает или не выживает в этом самом, в своей среде обитания. Это тоже наши объекты. Это высшие растения, высшие растения, многоклеточные, поскольку наши прекрасные клещики, например, рефиидные или нематодки, это их среда обитания, они обитают иногда в клетках, иногда между клетками этих представителей. И мы, когда строим филогении, например, наших объектов, мы не можем обойтись без построения филогении высших растений, когда это называется коэволюция. Ну и мы занимаемся грибами. Ну, не теми вот грибами, которые вы собираете в лесу, мы занимаемся низшими, так называемыми низшими грибами. Микроспоридии – это, в общем-то, тоже грибы. Да, мы занимаемся вопросами происхождения всей клады грибов. И три диамицеты – это все наши объекты. Вот, и помимо перечисленного, можно сказать, что… Ух, всех-всех перечислил, вирусов забыл. Вирусы тоже оказываются под нашим непосредственным вниманием, но это, конечно, не ковид. Но вирусы, как выясняется, они участвуют в сложных системах и в наших работах, когда мы изучаем многоклеточное существо или одноклеточное, а в нем бактерии, а с ними ассоциированы вирусы или непосредственно вот с этими хозяевами. Вот это уже тройная система получается, и, как выясняется, некоторые наши данные последних лет показывают, что без вирусов, например, не может реализоваться жизненный цикл многоклеточного животного. Ну, вот, разговор о наших объектах был бы совершенно неполным, если бы я не говорил не только об организмах, которые, конечно, нашими объектами являются, но еще о системах, которые мы изучаем. Это не всегда организмы, а зачастую далеко даже не организмы, поскольку наши исследования могут касаться, например, молекулярного состава организма. Мы работаем на молекулярном уровне и, соответственно, применяем там какие-нибудь протеомные, секретомные методы, исследуем иммунологические аспекты молекулярных взаимодействий, как это все формирует организм. Мы изучаем системы более сложные, например, на генетическом уровне, мы изучаем гены и генные комплексы определенные, которые позволяют то или иное организму в своей жизни делать, применять, и без чего невозможно и формирование самих многоклеточных тел. Мы, безусловно, занимаемся изучением систем на уровне клетки. Конечно, клетки, органоиды клетки и клетка как целая. Ну, о протестологах тут и говорить не приходится, это клетка-организм. Но и те наши исследователи, которые занимаются многоклеточными, они работают и при помощи электронной микроскопии, и обычной микроскопии, исследуют клеточные элементы, дифференцировку клеток. То есть клеточный уровень – это одна из очень важных таких ипостасей нашей деятельности. Безусловно, мы изучаем органы и системы органов. На этом строится эволюционная морфология, о которой вы слышали, модификация органов, системы органов эволюции. Это следующий уровень. Но об организмах я сейчас говорить не буду, потому что я перечислял все таксономические категории организма, с которыми мы связаны. Но мы работаем и над организменным уровнем, поскольку объектом некоторых наших научных групп является популяция. И взаимодействие популяции со средой, и воспроизводство популяции. Объектом некоторых наших исследовательских групп являются даже не популяции, а популяции многих видов вместе. То есть это биоценотический уровень. Мы исследуем биоценозы, экосистем. В некоторых случаях для нас объектом является изучение жизненного цикла. Это реализация всей этой многоуровневой системы в последовательности событий для того, чтобы наши объекты воспроизводились. От молекулярного уровня до биоценотического уровня, плюс жизненные циклы, это все системы, которые мы изучаем. Еще более сложно ответить на вопрос, что такое сейчас, в наше время, изучать зоологию. Если бы я лет 50 назад заговорил бы об этом, мне было бы значительно проще. Мне бы указали методы и что делают зоологи. Но за последнее время в науке произошло очень много всего. И зоологи не всегда, зоологи, которые считают, что они зоологи, зоологи такие, они не всегда понимают, куда развивается наука и что такое зоология сейчас. А произошло в биологии, на мой взгляд, за последние 50 лет примерно следующее. В конце 20 века, когда очень активно начали применять молекулярные методы, наука смотрела широко открытыми глазами именно в эту сторону. И условно этот процесс можно назвать как бы раскладыванием живого на отдельные компоненты, на молекулы. И это писк был научный, и все очень хотели этим заниматься. И, конечно, зоологи смотрели на это очень настороженно, потому что они же организмами все-таки привыкли заниматься. А для науки в целом этот период можно назвать таким редукционистским периодом. Ну, редукционизм, то есть разделение на части изучения вот этих частей молекул. И вот это все очень успешно продолжалось до начала 2000-х годов. И продолжается, кстати, и сейчас. Но включился новый процесс. Ведь всегда в науке, когда маятник качается в одну сторону, он потом начинает качаться и в другую сторону. Другая сторона вот этого качания – это теперь попытка собрать из всего этого безобразия, которое мы узнали молекулярного, собрать некие целостные структуры. И вот тут уже зоологи поняли, что они выходят на самом деле на новый уровень своей деятельности и понимания их деятельности. Поскольку теперь мы можем заниматься крупными проблемами – эволюцией, адаптацией и так далее, и так далее. Но уже зная молекулярный состав, в значительной степени генетический состав, вот эти все знания нужно аккумулировать. И вот здесь, что мы делаем с большими данными, вам уже сказали в предыдущем ролике. Мы применяем методы биоинформатики. Мы включаем новые области, которые называются омики. Геномика, протеомика, метаболомика, транскриптомика. Это все инструменты зоологов теперь тоже, поскольку они из всего этого безобразия должны построить целостные системы, понять, как они взаимодействуют со средой, имея в виду все вот эти молекулярные механизмы, которые уже более или менее наисследовании. Вот и в связи с тем, что я сейчас говорил, в связи со всеми этими изменениями, я бы хотел представить вот такой первый взгляд на то, чем мы занимаемся, такой новый, что ли, взгляд, чтобы попробовать как-то увязать в одной картинке вот комплексность наших исследований. Ну вот, вы посмотрите на картинку, и здесь сведены и концептуальные, и методические подходы. Сконцентрированы здесь вот, только что говорил, протеомики, метаболомики, биоинформатики и так далее, и так далее. Вот они здесь все присутствуют. Но, конечно, также и гистология, и гистохимия, и методы, которыми мы изучаем морфологию в животных, и электронная микроскопия. А сейчас никуда и без 3D-реконструкции. Все виды световой микроскопии, и муноцитохимия, без которой мы тоже сейчас ничего не можем сделать. Моделирование, которое нам очень важно в исследовании экологических каких-то процессов, а также исследование систем паразит-хозяин. Мониторинги, без которых сейчас тоже экология не может двигаться. Культивирование различных организмов, потому что нам нужны модельные организмы, а протестологи, это, собственно, у них один из основных способов деятельности. Натурные эксперименты. Мы, между прочим, коллеги, изучаем даже и поведение многих наших объектов. И вот здесь без натурных экспериментов нам вообще никак нельзя обойтись. Внешние лепесточки этого цветка, они примерно сейчас обозначают как раз более полный набор наших направлений деятельности. И помимо функциональной морфологии, протестологии, которые вот здесь вы прямо видите, вы видите слово симбионтология, потому что сейчас уже нельзя говорить о паразитологии в узком смысле. Экологическая деятельность, привязанная в основном к арктическому региону. Многоуровни адаптации. Адаптации – это одна из очень важных сторон наших исследований адаптации, сторон наших деятельностей. Жизненные циклы. Палеонтология, о которой вы тоже слышали уже. И все это объединяется еще и эволюционной биологией, поскольку, как сейчас любят все говорить, цитируя Добжанского, ничего в биологии не имеет смысла, помимо как с точки зрения эволюции. И как в связи со всем этим мы можем назвать всю эту область, а на самом деле это пересечение, как вы видите, очень многих областей, которыми мы занимаемся и в которых вы можете упражняться в будущем. Ну, слово «зоология» для всего этого, как вы видите, не очень уже подходит. Можно, конечно, называть это новая зоология или еще как-то, но в принципе существует термин, и он на Западе возник в конце 20 века, который более точно отражает все то, что мы сейчас делаем, и вот суть того, что мы делаем. Термин этот звучит как «интегративная биология». Видите, на рисунке, на картинке в центре я поставил такую яркую точку, объединяющую как бы все. Интегративная биология, и идеологически интегративная биология, это с использованием всего методического спектра современной биологии, которой только есть, исследование многоуровневых систем. Это может быть организм многоклеточный, это может быть система паразит-хозяин, ну, в общем, все то, о чем мы говорили вот в предыдущих словах нашего этого же ролика. Итак, мы занимаемся интегративной биологией. И, конечно, те ребята, которые хотели бы заниматься традиционной таксономией, быть специалистом по каким-то группам беспозвоночных или протистов, это, безусловно, тоже к нам, потому что эти области, они всегда востребованы, они никуда не денутся. Но, как вы видите, поле нашей работы существенно расширилось и по проблематике, и по объектам. Ну вот, коллеги, значит, вы поняли уже, что если вы приходите заниматься какими-то биологическими проблемами в рабочей группе кафедры зоологии беспозвоночных, то вы занимаетесь интегративной биологией, а это значит, вы становитесь гармоничными личностями. КОНЕЦ